Приветище! Это Сатисфактори! Мы снова на инопланетной планете, чьё-то здесь химичим на своих предприятиях, на могучих и сильных и вонючих. В общем, в прошлой серии, в предыдущем видео, в видео, которое я снимал в прошлый раз, в общем, которое после этого видео, то видео, которое ты смотрел тогда, давно, ладно, хорош, короче, стебаться. В предыдущем видео было куча комментариев о том, чтобы я сделал, что, канистры, чтобы я топливо сразу разливал по канистрам и у меня было бы топливо. Но мы не учли одно, одно, одно очень важное дело. Дело в том, что я открыл в хабе, где вот это вот, только промышленное производство, а альтернативы транспортировку топлива я ещё не открыл. Именно здесь, здесь, в этих альтернативных транспортных перевозках, есть эти пустые канистры, которые нам нужны для наполнения топлива. Так что, кто-то опередил событие. Но, помимо этого, мне также говорили, построй ещё один очиститель, который будет делать резинку, а другой очиститель пускай делает пластик. Этим я обязательно займусь, может быть, даже в этой серии, не может быть, а даже сейчас мы отправимся туда, именно туда. Но прежде нужно закинуть в хаб все материалы, которые у меня сейчас уже насобирались, для того, чтобы начать уже хоть чуть-чуть приближаться к альтернативной транспортировке жидкости. 200 пластик, пожалуйста, двигатели, пожалуйста, каркасы, нате, подавитесь. Всё, с каркасами у меня сейчас какая-то сложность, я не знаю, в чём проблема, но, видимо, из-за того, что они вообще у меня сейчас не производятся. У меня тут вообще всё перефигачено, переделано, значит, усиленная пластина мне нужна. А куда у нас они уходят, кстати? Вот сюда они уходят, у меня их тут дофига... О, да! Здорово! По двигателям всё окей, пруть я забираю, мне нужны, мне нужны вот эти вот винты для производства каркасов. Ну и, конечно же, двигатели. О, с двигателем всё. Сейчас парочку модулей сделаем этих каркасных. Ну вот, собственно, и не всё, и не всё, потому что... Так, а где у меня... А, каркасы я убрал. Короче, мне ещё нужно два модульных каркаса, и всё. И будет у нас альтернативная транспортировка жидкости, какое-то длинное название. Так, значит, я хочу теперь на своём новом джипаре, а именно на КамАЗе, проехаться... О, да! Он проехал прямо через мои конвейеры. Проехаться до моей дороги жизнь. Именно так я называю эту дорогу, которая ведёт нас к нефтяным вышкам. Значит, здесь пересаживаемся на мою крутую точилку с мигалкой. Поехали. Благо, что на неё топлива не надо. Как я от этого балдею. Врубаем мигалку, поехали. Всё, мчим на всех парах. Первое, что нам нужно сделать, это проверить цистерны, куда наполняется топливо. Потому что, по всей видимости, там уже всё битком. Бежим. Вот они, наши цистерны. Ну-ка, покажите, что у меня тут. А они уже битком. Они полны-полнёшенькие. Ну и ладно. Нужно теперь подумать, как сюда впихнуть ещё один очиститель. И грамотненько сделать разветвление нефти. Чтобы одно делало мне пластик, а другое делало мне резину. Я думаю, я сейчас просто возьму и ещё один очиститель воткну здесь рядышком. Надо его только развернуть. Ну, типа вот так. Готово. Этот будет у нас производить пластик. Теперь нам нужно вот эту трубу убрать. Сделать здесь нормальную. С разветвлением. То есть вот у нас труба встаёт. Ставим сюда разветвление. И продолжаем подачу. Ой-ой-ой, как всё закручено-то. Почему так? Почему именно так? А если я сделаю вот сюда? Ага. Блин, на ту сторону как-то. О! Так прокатило. И вот это вот сюда можно воткнуть как-то? Чё, воткнулось? Прикинь. Каким-то макаром. Фиг пойми как. Ну, вот так вот именно получилось. Всё, значит, нефть у нас качается туда и сюда. Здесь у нас производится пластик. Только нужно подключить это всё к электричеству. Вот отсюда и подключим. Хобаньки. И теперь этот очиститель нам нужно подключить к этому конвейеру. Чтобы нам это сделать, нам понадобится соединитель. Значит, значит, вот этот конвейер надо убрать здесь. Берём конвейерный соединитель. Ставим его вот так вот. И теперь подключаем всё сюда. Выходная часть вот она. Сейчас её сразу же подключим к тому конвейеру. И... Вроде бы готово. Всё у нас теперь есть. Ты производишь, нет? Алё. Погоди. Полимерная смола нужна. Какая смола? Вот, мне нужен... А, я остаточный пластик выбрал. Мне нужен обычный пластик. Всё. Производство началось. Конвейер соединился. И конвейер куда-то там в траву уходит. Но, тем не менее, это не мешает ему работать. Отлично. Пластик и резина у нас поступают. А, ещё есть одни сложности. Слушай. Поскольку у нас теперь два очистительных предприятия, нужно куда-то мазут удевать. Есть идейка. Вот эту трубу сейчас, короче, мы отсоединим. Вот так. Здесь поставить вентиль нужно. Да и всё. Делаем вот такую вот штуку нехитрую. И здесь уже ставим этот вентиль. Я его хочу поставить, знаешь как? Вот так вот, кривенько. Это нам облегчит протягивание трубы. Отсюда и тянем вот сюда. Странно, что-то она так не захотела тянуться. Давай тогда вначале трубу вот здесь поставим. Вот. И отсюда вон туда. Вот и всё. И теперь сюда подключ... А, не подключается сюда. Почему не подключается? Недопустимое расположение трубы. Ладно, вот это тогда уберём. А вот это соединим. Вот и всё. Есть только одна проблемка. Дело в том, что у нас тут всё забито. Топливо забито. Мазута забито. Если мазута сейчас забьётся ещё в очистителях, то производиться ни шиша, ничего не будет. Ну, вроде бы, мазута куда-то уходит. Ну, ладно. Может быть, где-то протечка есть. Но нам даже это на руку. Поскольку мне не нужно будет это топливо сливать, чтобы освободить место для следующего топляка, который будет делаться из мазута. Как мы видим, пластик у нас производится, резина производится. Можно вернуться обратно и отправить дрона с ресурсами, чтобы запросить альтернативную транспортировку жидкостей. Ну, в смысле, разработку. Ну, ещё, конечно же, решил всё-таки здесь всё застроить фундаментом, чтобы проще было сюда подъезжать уже на своей мото-тележечке. Ну, всё. Поехали обратушке. Прибыли. Убираем мигалку. Не знаю, зачем я её включаю, но меня прикалывает. Ну, а я тем временем пересаживаюсь в новую тачку. Грузовик. Грузовик мне здесь нужен не для транспортировки, а для моих личных целей передвигаться по пустыне. Вот, например, чтобы переехать вот эту вот штуку, которая называется конвейером. Как там наши батареечки? О, у батареечков нет запаса. Они всё израсходовали. А, ну, конечно же, я же ещё один очиститель воткнул. А чё у нас, кстати, здесь? Я тоже мусоропереработку запускал. Два купончика. Печатайте, конечно же. Мы потихонечку приближаемся к кибертраку Илона Маска. Но, кстати, в комментариях пишут, что он такой себе. Типа, он нифига не ездит, постоянно стопорится, и незачем тратить на него 20 купонов. Ну, даже не знаю. Но мне-то хочется посмотреть на него. Могу просто купить, поставить его здесь, знаешь, как музейный экспонат. И пусть стоит. Буду на него любоваться. Наконец-то доделал два тяжёлых модульных каркаса. С ними покончено. Теперь нужна медная проволока. И мы можем с лёгкостью запускать дрона. С ресурсами. Надеюсь, что медной проволоки у меня тут в достатке. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. 441 медная проволока. Чё так мало? А, потому что половина наверх уезжает. Давай-ка посмотрим, куда это у нас проволока едет. Куда я её заслал. Проволока, проволока. Запутаться тут можно. А, вот. Это кабели. Проволока вот сюда едет. И она стартеры производит. И как мы видим здесь... А, всё стоит. Я остановил это производство ради проволоки. Всё понятно. Можно, в принципе, вот так вот пробежаться. Но это долго. Давай тогда скинем то, что имеем. Каркасы. Всё. Двигатели. Двигатели у нас парочку ушло на очистители. Значит, нужно взять новенькие. И вот ещё проволока. Забираем двигатели. Прям с конвейера. По двигателям закончили. Ну и, конечно же, я хочу посмотреть, сколько будет стоить медная проволока. Если не ждать. Так. Один купон 500 медной проволоки. Два купона, соответственно, тысяча. И мне надо, получается, 4 купона потратить, чтобы получить 2000 медной проволоки. И это как-то дороговато. Нет, пожалуй, я просто подожду. Слушай, ну а чего пока мы ждём, будем просто простаивать. Давай построим с тобой изготовитель и посмотрим, что же он там может делать. Вот этот изготовитель, который похож на комбайн. Как я его ранее назвал. Он тоже здоровенный, зараза. Такой здоровенный-здоровенный. Могучий. Давай посмотрим, что он там умеет делать. А-а-а. Тяжёлый модульный каркас. Пожалуйста. Компьютеры. Модульные двигатели. Адаптивный блок управления. В общем, всё, что требует 4 единицы затратности. Всё понятно. Можно разбирать. Ну чего же у нас там по проволоке? Я специально ускорил процесс производства. И у нас здесь 1500 проволоки. Всё. Мы всё добрали. Держите вашу проволоку. И давайте нам альтернативную транспортировку жидкости. Вот так вот. Давайте, давайте. Ну вот и всё. У нас теперь есть пустая канистра. Упаковщик. И промышленная цистерна. Может вмещать 2400 кубометра жидкости. Офигеть. Вот это цистерна. Вот это я понимаю. Ещё можем делать бочку нефти. И бочку мазуты. Для этого всего нужен упаковщик, наверное. Так. Давай посмотрим, что нужно для упаковщика. Вот он упаковщик. Нужны балки. 20 балок железных. И пластика с резинкой. Берём, значит, эти балки. Вот они, стальные балочки. И упаковщик мы, наверное, воткнём. Рядочком с нашим контейнером. Большущим контейнером. Так, блин, я не понял. Давай построим его. Смотри, у меня что-то ничего не поступает. Видимо, мазута всё-таки там всё забила. Эх. Ладно. Сейчас это не проблема, поскольку у нас появился упаковщик. И вот, что мы можем тут делать. Вода в бутылках, бочка нефти, бочка мазуты и канистра с топливом. И этот упаковщик может как запаковывать бочки и канистры бутылки, так и распаковывать их. Вот смотри, распаковка воды, нефти, мазуты. Я думаю, что эту штуку нам нужно поставить там, где добывается нефть. Заодно и решим вопрос с мазутой и топливом. Какой бомбезный закат. Красотища. Итак, что у нас тут? Ну-ка, показывайте. Забили, значит, всё, да? Своей мазутой. Ну-ка, ну да, действительно, всё забили. Ну что ж, я думаю, что вот эти вот цистерны я не буду никуда убирать. В них приличное количество топлива всё-таки. Можно вместо них, кстати, промышленную цистерну построить. Вот такую здоровенную. Наверное, я так и сделаю. Какой кругляш. Теперь нам нужно топляк весь отсюда. Перелить его вот сюда. При помощи наших труп заводим это всё дело. Вот топляк пошёл. Переливается? Переливается. Зашибись. Мы здесь пока на паузу поставим. Чтобы цистерны наши опустошились. Теперь ставим здесь упаковщик. Вот. И подводим к нему трубу наверх. Разбежался я. А канистры-то кто будет делать? Упаковщик только упаковывает. А канистры производит конструктор. Значит, рядышком ещё его поставим. Вот. Ты будешь делать нам канистры. Сюда нужно подвести ещё конверс с пластиком. Для этого нам нужно убрать вот этот объединитель. Он нам больше не нужен. Разбираем это всё. Подвели. Пластик будет теперь залетать сюда. А на выходе он будет отправляться вот сюда. Итак. Канистры пустые есть. Топливо есть. Теперь нужно запитать всё это электричеством. Вот. И столбик притащил. Значит, подсоединяем конструктор. Подсоединяем упаковщик. Надеюсь, что электричества мне хватит. А иначе у нас сейчас выбьет пробки. Так, так, так. Значит, производим канистры с топливом. Бензин поступает. Теперь нужно проверить другие цистерны. Чё там у них? Они закончили переливать топляк? Ну-ка, вот эта вот канистрочка, чё у нас? Почти пустая. И здесь тоже почти пустая. Ну вот и всё. Разбираем эти цистерны. Теперь можно спокойно душой и трубы тоже разобрать. А то слишком зигзагообразные они тут. Сделаем ровненький. Отсюда, получается, труба бежит. В наш цистерну. Вот сюда. А вот эти деревья, мешающиеся, мы сейчас спилим. А нет, не спилим. Бензин кончился. Ну и тишкин корень. Ну что, запускаем производство. Поехали, ребятки, поехали. Я думаю, теперь от вот этого упаковщика нам нужно сделать конвейер и подсоединить его вот сюда. Пожалуй, так и сделаем. Чтобы топливо поступало к нам на большое предприятие прямиком. Ну вот и всё. Всё подключено. И вот они, наши канистрочки с топливом. Кстати, можно взять это топливо. Зарядить его в наш бензопилу. Давай попробуем. Будет у нас работать бензопила на бензике. И спилить. Неа. Это бензопиле только подавай древяшечки. Ну и ладно тогда. Вот, кстати, пустые тары. Пустые контейнеры для топлива. Вот так вот они выглядят. Серенько. А тут уже заполненный бензиком. Поскольку с топливом мы разобрались, давайте пересмотреть, что там нужно для джетпака. Респиратор, газовый фильтр. Но тут как бы ерунда. Мы это сделаем. Нам нужен шестой уровень. Где здесь у нас этот джетпак? Реактивный ранец. Значит, нужен двигатель. Он у нас есть. Пластик есть. Резина есть. И топливо сейчас будет. Значит, выбираем это. Закидываем сюда пластик. Топливо. Канистрочку. Двигатели, которые у нас есть. Резина. Сейчас еще принесем. Не могу дождаться этого топлива. Оно только сейчас постепенно, потихонечку прям начинает подъезжать. Поэтому давай я сейчас вручную тут все быстренько соберу. 50 канистр. Это не так много. Вот и все. 50 канистр есть. Даже 51. Возвращаемся быстренько обратно. Закидываем все это добро сюда. Давайте мой джетпак. Че там для него нужно? Показывайте. Еее. Джетпак, джетпак, джетпак. Цель достигнута. Отдел исследований увеличил размер вашего инвентаря. Вам был предоставлен доступ к реактивному ранцу, работающему на нефтяном топливе. Я думаю, что ранец мы будем делать тоже здесь, как и все остальное. О, красящий пистолет. Реактивный ранец. Вот он. Значит, резина, микросхема и двигатель. Нам нужно их пять. Два у нас в кармане. Значит, делаем три. Бытье! А, кстати, че там увеличилось в инвентаре? О, реально, пару ячеек еще подкинули. Ну, здорово. У меня уже не карманы, а карманищи. Так, вот он, реактивный ранец. Производим его. Какой-нибудь странный. С тремя соплами прям. Не то, что в GTA-шечке, да? Там два сопла такие, которые вертятся, крутятся. Значит, одеваем вот эту штуку вместо бензопилы. И... У меня две канистры топлива с собой есть. И давай посмотрим, как далеко я улечу на них. Взлетаем. О, е-е-е-ешенький. Нифига себе, я на нем прилично могу летать. Офигеть. Вот это кайф в ушечке. Вот это я понимаю. Чудеса на вираже. Как раз тут топливо подходит. Сейчас я его свистну. Опаньки. И буду летать. И первое, куда я хочу залететь, это... Это... Вон туда. Там есть какая-то интересная штука, которую я уже давно хочу собрать. Строиться я туда не собирался. Я ждал, когда у меня появится реактивный ранец. Давай, быстрее топливо поступать сюда. Ну что ж так медленно-то? Десяток топлива. Я надеюсь, нам хватит. Че, взлетаем? Я как настоящий базлайтер, е-мое. Вон она. Вон она эта штука. Она там светится. А-а-а. Ясно. Ранец имеет свойство перегреваться. И не так уж и высоко на нем улететь можно. Ну ладно, давай пробовать. Может, куда и получится все-таки долететь. Вот сюда приземляемся. Ага. Вот так потихонечку будем туда вверх взлетать. Я-то думал. Вот эта шкала показывает не перегрев, а как быстро кончается у нас топливо. Ну вот. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Вот залететь. Да, отлично. Есть. Мы все выше и выше и выше. Ой-ой-ой, парасетэ. Забрался я, называется, повыше. Какая там здоровая... А, это слезнюк, который я думал, что белый, но он розовый. И вот этих сейчас тоже разбомбим. А ну отошли от меня. Мохи-цикатухи. Рожавые барюхи. Рожавые. Ага, ага. Где вы, где вы, где? Еще одна. На-те. Да я в вами гольф могу играть. Все, собрал. Как отсюда все хорошо видно. Вон там слезнюк. Надо будет сделать потом себе фильтр. Ну, эту, противогаз. И туда слетать. Там у нас предприятие наше. Там у нас тоже всякое строительство. Кучу всего понастроил здесь. Че, взлетаем? Собираем. Нашего слезняка. Привет. Ой. Падаем, падаем. Фьюстон. Есть он у нас в карманчике. А там и дрон уже прилетел. Ну че, пойдем еще фильтр сделаем. Ты прилетел, и я тоже прилетел. Кстати, хотел давненько на тебя взобраться. Вот так вот. Интересно, смогу ли я на нем улететь? Туда наверх? Когда я его отправлю? Надо будет это попробовать. Так, значит, для фильтра. Что мне нужно для фильтра? Для респиратора он тут называется. Именно так. Резина, пластик и шелк. А, ткань. Не шелк, а ткань. Блин, у меня тут с пластиком проблема. Я же весь пластик перерабатываю сейчас в канистры. Ё-мой-тё. Так, один... Ну ладно, один купон я все-таки потрачу. Не страшно. Покупаем пластик. Вот и все. Значит так, я сейчас сюда все закидываю. Мне нужно быстро, быстро подняться наверх. Я нажимаю кнопку. Поехали, поехали, поехали. Взлетаем. Давай, 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 давай. Успеть должен. Давай. Он что, невидимый стал? О, я сел на него, я сел. Я сел. Мы полетели. Высоко, недалеко. Давай, 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 давай. Поднимай меня выше. Уууу. Я сейчас увижу все. А, и все, он тут застрял? Он застрял, прикинь? Ну блин. Я-то уж раскатал губу, что туда наверх поднимусь. Кстати, а может быть у меня получится наверх вон туда вот на лифт подняться? Как думаешь? Хм. Ну можно попробовать? Давай я попробую. Ой, он далеко, а слишком вообще лифт. А падать я тебе хочу сказать. Блин, я сейчас разобьюсь. А, нет, 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 не хочу. Да уж. Пойдем посмотрим, что там нужно для респиратора. Где же он у нас? Вот он. Резина, пластик, да что ж такое-то. Опять пластик нужно куча и ткани опять куча. Думаю, сделаю я его потом. Надеюсь, что он не одноразовый, а если он одноразовый, то это капец. Что написано? Позволяет нормально дышать при нахождении в ядовитом газе. Расходуют газовые фильтры из инвентаря. А, все-таки еще газовые фильтры нужны. А они, вот они, вот они. Из чего они делаются? Уголь, резина и ткань. Ну это фигня. Тогда норм. Главное, чтобы пластика больше ничего не требовала. Вот у меня и стал вопрос очень резкий в плане пластика. Мне нужно будет тогда конвейер от очистителя разделить на два. Один будет делать мне топливные контейнеры, а другой будет в чистом виде пластик мне присылать сюда. Ну чего? Я думаю, что на сегодня это все. Мы добились своего. Ранец у меня теперь в кармане. Следующая наша цель это монорельсовый поезд. Ну и как я обещал, я обещал уже, конечно, давно, нам нужно будет реконструировать и наше предприятие. Его переделать кардинально. Потому что то, что сейчас происходит здесь, это полнейший хаос. В общем, ставь лайк и не забывай подписаться, если ты еще не подписан. А на этом все. Увидимся и услышимся в следующих роликах.